Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики, все зрители, дякую Богу, что Господь дал нам возможность с новыми разами. Мы начинаем цикл рубрика «Колите дома, позиноки, но оптимист». То есть мы сегодня будем готовить пищу, восточная пища, чечевищный суп, как называете. А откуда я хочу еще дать уточнение в Библии, что нам в Библии говорит про это блюдо. Про Якова написано, что когда он женился, впоследствии его жена Ревека не имела детей, и так Господь дал, прошло немножко времени. Написано, Исаак любил Исава, старшего сына. Исаак был человеком искусным и зверолёвым, а жена его Ревека любила Якова. И однажды Исаак свалил кушанье, а Исаак пришел с поля устали, и сказал Исаак Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему произвание едой. Но Яков сказал, продай мне теперь твое первородство. Исаак сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве. Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пыл, и встал, и пошел, и принабрёг Исаак первородство. Ну, сейчас я не хотел бы говорить о первородстве. Это очень важно. Особенно в Израиле, в восточных странах, будь первенцем, это просто тебе повезло. Ну, человек нехтува в первородстве. Как сегодня, много людей параллель тому, что нехтуют Словом Божьим, Господом и живут в греховной жизни. Добрый, мы вернемся чуть попозже. Зараз я иду к кухню. Так, что мы маем, друзья? Сочи чавица. Я взял маленький стакан такой, не помню, рис и цибули. Цибули заразь мы кинем. Тут у нас улья. Ну, топливное масло улья. Трошки помешаем. Хай, хорошо. То есть, цибули никуда не вредит. Так что смело ешьте цибули. Поджарьте хорошо. Потом мы добавим ложку томатной пасты. Ну, пока хайце сварится. Как там. Так, включим светло. Так. Я еще хочу себе каву поставить. Каву, водички и каву. Еще берем томатную пасту, все-таки добавлю, ой, боже, добро. Так, перемещаем, приготовиться, что-то у нас кава готовится, просто. Как поджариться, немножко я говорю, когда цибуля поджарена, когда не варена, что-то не хочет, не кушаю, не нравится, как поджарится, трошки. Мы ставим воду и этот самый, у нас вот рис, и этот, чертевица, так, у нас кава уже готовится, ой, вели трошки, ну, ладно, очистим потом. Все, кава готова, будем так, тут напить и каву. Так что цибуля хочет жариться, да? Поджарится. Ну что, друзья, уже у нас, как говорится, уже поджарится немножко цибуля. Я говорю, я люблю, что хорошо жарится, но там ничего, терпимо. Поджарится, мы приготовили кипяток, мы сюда добавляем кипяток. Ну, скажем, кипяток, это мало, пока будет вариться, еще добавлю. Так, это поставлю сюда. Сыпаем наш любимый чечевицу. И добавляем рис. Ну, рис, кто-то скажет, долгий, круглый, но не знаю, что в таких выпадках, что попадают в руки. У меня попало в руки долгий, так что не знаю, что будет, но пока так. Итак, друзья, у нас готовится чечевистый суп. Значит, сейчас я разморожу перец. Оказывается, у нас еще червяный перец замороженный. Трошки разморожу перец, добавлю, потом приправы добавлю. Соль, мой перец, там червяный перец, черный перец. Ну, короче, приправы и зелень, там у меня трошки есть разнообразные. Ну, одним словом, еще картофель добавлю. И все, у нас будет готово, так что чекаем, ждем. Ну, что, тут варится. Мы инструмент поменяли, взяли черпашка, черпак. Так, вода, конечно, мало, но воду мы еще добавим. Черпак положим пока сюда. Олцы и перец добавим сюда. Так, и зараз вода нагревается. Ну, еще картошку, на всякий случай, уже добавим. Хай, будет. Все будет готово. И соли. Пока была обычная соль, я забываю. Как вы знаете, как только эта сама... Вот солью у меня, не знаю. Солью буду лучше крошки добавить. Главное, чтобы не соленый был. А там досолить можно. Наш чечевицей суп уже готовится. Рис. Кстати, потом, может, даст Бог, еще приготовлю плов. Чечевица и рис. Тоже смешный плов. Так что ждем. Пока ждем. Хай готовится. Вода нагреется еще. Ну, что, почем кипит. Воду надо добавить, друзья. Поедем. Чечевица. 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 Какой-то базилик. Без базилика я не представляю пищу. И мы, естественно, посыпаем сюда и базилик. Я не знаю, надо ли, надо ли. Ну, я без базилика как бы... И что-то не то. Так, все, добавили приправы. Картошка есть, чечевица есть. Ну, надо вариться. Не знаю, сколько. Ну, знаю, что надо, чтобы варилось. Ну, будем пробовать час в часу. Пока попробуем. И наиматься. Все. Хай себе варится. И терпение набираем. Ждем. Ну, друзья, пока я отвели компьютера, пошел проверял. Оказывается, соли вообще мало. Не знаю, сколько сыпов вообще мало. Ну, попробовал. Вроде все готово, але чечевица ще просится. Ще немножко. Я так голодный, что жду. Никак не может додаться. Так что, вот, вы тоже наберете терпением. Ждем. Ну, что, друзья, проверяем. Проверяем. Короче, я ще чуть-чуть попробовал. Опять соли мало. Ну, что же такое. Ну, добрый. Лучше хай буду мало. Ну, чуть-чуть требует добавить. Чуть-чуть. Ага, я червоный перец забыл. Сейчас подчекай, да? Вот такой перец. Дуже вкусный. Кстати, заканчивается. Острый такой, хороший. Так. И тоже такая приправа, я не знаю, что за такое. Тоже я сыпаю на всякий случай, на все супы. Повсюду, везде. Ну, зеленая, зеленая. Николин, это не химия. Так что, можно смело добавить. Вот, посыпали трошки. Под руки попало, что кинза сухой, сухой. Такой, вот это уже не помешает. Вот это все мы помешаем. Я думаю, что трошки воды добавлю на всякий случай. Что очень густой, не что в супу все-таки. Так, друзья, что я скажу, что я еще чебрец хочу добавить. Скажите, чебрец тут зачем? Ну, как бы вам сказать, чебрец в Армении пользуется повсюду. На суп, на всякие приправы, на всякие. Все готовится. У меня один друг есть, тут в Березневском районе, село Поляны. Василь Холод. Вот человек знает, что мне требует, недавно передал целый пакет. Чебрец. Чебрец у нас чай готовят, еду кидают, ну, повсюду и везде. Чебрец очень полезный, кстати. Попробуйте, смак дает, дуже смачный. Ну, что, уже еду, дело до закинчения, друзья. Ну, честно говоря, я хотел сюда добавить яйца. Ну, мой последний консультант, это моя жена, Гаяна Рукасян, она сказала, что сюда яйца не добавляют. Ну, ее слово это для меня. Она специалист, она знает, так что уважаем и ждем. Сейчас трошки, что будет готово. Так, это вот, друзья, уже наш супчик готовый. Так что, вот, мы наливаем, так, с приправами, со всеми, суп с шичевицей и рисом. Так что, уважаю вам тоже Божьи благословен. Готовьте, ешьте. Ну, якщо есть возможность, можете подать знак. Можем поделиться. Ну, все, на цему, я думаю, мы закинчим нашу передачу. Все, суп готов. Вот такой. Так, друзья, чудо не забыв, сюда надо еще перец. Так что, сорный перец, ну, там, цветной перец, вот даже. Без карты буду вообще никуда. О, чудо не забыв, последний момент зато. Теперь, можно сказать, и можно приступить, друзья. Все, смешу вам. До следующей встречи. С Богом. Да поможет всем нам Бог. Най Боже, мир на Украине. Благословения всем нам. С Богом.